друзья приветствую вас на что у нас по америке позитив по нефти позитив по китаю позитив и скорее всего на всем этом мы увидим движение вверх на открытие по российскому фондовому рынку но у нас в общем то вчера дневной график закрылся ростом от локального сильного уровня 2380 скорее всего с утра сейчас будет открытие с гэпом на 2000 вот сюда в 2450 2450 и даже может быть сразу дотянем на 2500 то есть очень хорошая статистика и поиск китая пришла и май там очень мощно подрос позитив по америке фьючерс на снг и растет и растет индекс китая плюс по нефти позитивная динамика то есть и основание есть для того чтобы с утра по крайней мере до обеда но сначала до открытия европы сейчас вам тоже 10 открывается связи со сменой летнего времени зимнего времени на летние дальше наверно по нашему до обеда до часа до двух будет весьма позитивная динамика я так думаю по нашему рынку дальше надо посмотреть что там будет происходить в преддверии американской сессии но пока я вот вижу что будет очень позитивно на нашем рынке скорее всего сразу возьмутся наверно за того кого-то оптали сбербанк возможно втб тоже здесь будет позитивная динамика ну и вот что-то мне подсказывать что наверно русгидро тоже будут двигать так друзья дали фьючерс на индекс ртс здесь у нас на горизонте от маячи цель 131 с утра скорее всего мы к ней не сходим но 99 750 я думаю прямо с утра сходу будет пробитие и возможно даже движение на 104 здесь вот судя по часовику фьючерс на индекс ртс июньский здесь вот сформировалась движение вверх и цель этого движения в данной ситуации это тестирование верхней границы которая на 100000 проходит то есть утра скорее всего сюда сходим пытаемся ее пробить вот если все таки вот это движение не разовьется вверх то есть допустим дойдем на 98000 отсюда пойдет отражение тогда скорее всего будет проторговка и последующее движение наверх разовьется здесь главное чтобы не было пробита 93 пищу вот если будет пробита 93000 то тогда разовьется движение вниз сначала будет уход в коридор 91 593 и потом соответственно тестирование вот этого двойного 2 на на 89000 сейчас скорее всего будет позитивная динамика но про стопы и возможные откаты забывать не стоит так далее рубль доллар тумору но здесь у нас развивается движение вниз по доллару укрепление рубля с учетом динамики по нефти и по американскому рынку то есть приток в акции российские требует продажи долларов обмена их на рубли то здесь скорее всего мы увидим с утра первая цель движения это 79 16 и дальше тестирование на пробой 79 вот здесь если пробить и 79 состоится первая цель которая должна быть закрыта 78 85 и далее если здесь будет удержание то скорее всего произойдет движение вниз и отработка 78 35 сейчас на текущий момент все факторы указывают на укрепление рубля но обращаю внимание что судя по часовому графику здесь есть цель которая не закрыта на 79 75 он непременно здесь попытается развернуться и сюда сходить вот и по факту закрытия этой цели если не пойдет снижение объема и откат назад в плане укрепления рубля то здесь может отсюда зародиться дальнейшее укрепление доллара она произойдет в том случае если будет пробит 80 вот 80 80 80 80 рублей там 5 копеек от пробития вот этой верхней планки на растущем объеме сразу уведет на тестирование 8085 однако стоит помнить что все-таки сейчас имеет место быть избыток нефти произведен и поэтому вот это сегодняшний утром не эйфория которые связи там с ростом небольшим по нефти с ростом индексов сша и китай она в любой момент на нашем рынке может прерваться и рубль будет ослабляться против доллара потому что навес из нефти никуда не делся как вот висел как домклов меч так и висит поэтому сейчас как бы утренние диспозиции указывает на укрепление рубля но надо помнить что в любой момент может выстрелить избыток нефти и мы увидим обратный процесс по снижению российского фондового рынка и ослабление рубля против доллара так далее евро доллар но это форекс я сейчас рассматриваю потому что здесь больше возможностей по анализу касательно евро доллар пары смотрите вот произошел локальный разворот евро то есть евро сейчас начало ослабляться к доллару но дошли до сильного уровня который находится на 110 и сейчас здесь евро пытается закрепиться и развернуться назад то есть сломить вот этот отрицательный тренд нисходящий который здесь зародился но и мы видим по часа веку вот стучится в один 10 пока не пробивает вот в том случае если будет пробитие 1,098 на растущем объеме в этой ситуации скорее всего пойдет дальнейшее ослабление евро против доллара и цель этого движения 1 1 целый 0906 и следующая цель 1 целый 0809 но обращаю внимание вот здесь достаточно сильная разворотная формация пошла и самое ближайшее время если вот этот диапазон не будет пробит мы увидим по евро отскок цель движения будет укрепление евро но первое вот микроскопическая цель это 1 целый 1045 и дальше это движение на 1 целый 1066 1 целая 1083 и в перспективе отработка 1 целый 1122 то есть дату на поднивкам пока этот слом не прошел где доллар перехватил инициативу но вот на часы веке здесь рисуется разворотная формация с отработкой целей который сейчас мы с вами рассмотрели так друзья далее сбербанк нот исходя из текущей динамики позитивный вполне как бы сбербанк может с утра выстрелить и отработать те цели не закрыты которые у него висят наверху а наверху у него висит цели вплоть до 200 если оперировать часовиком который дает более четкое локальное представление первая цель движения по сберу вверх 1 целый 85 дальше одна целая 191 191 просто извините 191 вот здесь либо будет пробой на растущем объеме дальнейшее движение на отработку 198 или здесь вот попытается он развернуться и вернуться вот в эту проторгованную область который в диапазоне 180 183 с половиной но если вдруг с утра будет движение вниз и пойдет пробой 178 то мы увидим ускорение и движение сначала на 175 и по факту пробой 175 пробой 172 сейчас больше вероятность того что движение будет развиваться вверх америка в плюсе нефть плюсе по китаю чудная статистика вышла так далее газпром но по газпрому здесь с одной стороны разворотная формация целью движения вниз на 174 с другой стороны как бы попытка пробить вот этот сильный уровень который сто семь семь и три с учетом позитива на внешних рынках я думаю высока вероятность того что мы прям вот сходу будем сто семь семь и три пробивать и первая цель движения у него будет 180 и потом отработка 182 183 вот вообще у него перспектива это перехать 187 вот сюда вот движение если все сегодня будет хорошо америка будет расти нефть заднего хода не даст то мы вполне увидим движение вот сюда сейчас смотрите есть испыток нефти но по нефти вроде бы положительная динамика с чем это может быть связано но это может быть связано либо с каким-то просто локальным отскоком либо с тем что готовится какая-то очередная авантюра который приведет к сокращению добычи нефти в ряде стран что точно будет здесь пока не до конца ясно но думаю ближайшие дни дым рассеется и мы увидим что происходит по газпрому если будет движение вниз и пробой сто семь сто семьдесят пяти то следующая цель движения будет 173 и потом уход на 173 вот сюда вот но повторюсь здесь сейчас больше вероятность того что будет движение наверх вплоть до 187 так далее северсталь по север стали позитивная динамика вчера была сегодня скорее всего продолжится на тут на повестке дня взятия 860 вот как только будет взят 860 скорее всего будет быстрое движение на отработку вот этого перехая 890 случае его пробития увидим движение 900 плюс вот или же здесь будет отскок то снижение объема и проторговка вот в этом диапазоне 860 890 так на чистовик указывает достаточно четкую формацию движение вверх здесь в общем то но все модели которые указывают что ближайшее время будет штурм 860 пробития и далее движение на 890 а дальше на 900 если здесь будет пробой то сейчас скорее всего очень быстро будет взятого 760 дальше развернется борьба за 890 вот здесь помним о том что из стоп лосс 830 если пробитие на объеме пойдет сначала отработка цели 824 потом пойдет снижение на 808 805 пока больше факторов указывать на то что разовьется движение вверх по северстали но про вот этот стоп не следует забывать так далее гамак норникель но мы видим вчера вот развивать положительная динамика сегодня немножечко растет палладий с утра скорее всего будет сразу движение на 20 тысяч 50 и по факту здесь закрепление и пробой 20 тысяч 300 цель движения у него составит 21 600 вот если вот здесь пробой происходит высока вероятность того что пойдет на 21 600 если все-таки не будет вот этого пробоя 20 тысяч 300 по скорее всего пойдет откат и случае пробития 18 750 на объеме мы увидим тестирование 18 300 дальнейший уход на 17 150 сейчас больше факторов указывает на то что вот эту цель сейчас закроем с утра далее пробой верхней части и уход наверх так но сейчас у нас русгидро и и пытались вот в общем то просаживать после роста и отработки 64 но это просадка она была выкуплена вчера закрылись выше 60 на 60 копеек и соответственно сегодня высока вероятность сразу развитие движения вот сюда вот на 62 вот и в случае пробития 6310 на растущем объеме мы увидим движение вот сюда вот на 68 то есть высока вероятность захода сюда но надо помнить что здесь у нее находится стоп на 58 с половиной случае пробития данного значения разовьется движение сначала 56 82 потом на 54 95 сейчас больше факторов указывает на то что с утра будет рост по нашему рынку и парус гидро но соответственно цели вот такие для роста все спасибо за не